Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории Республики, необходимо обратить внимание, что на сегодня на территории Республики выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в столице Республики зарегистрировано 27 случаев. В Илюйском, Миринском, Ментампонском районах по два случая, Алданский, Ленский, Мегино-Кангалаский, Усть-Майские районы зарегистрировано по одному случаю. В остальных районах Республики ситуация характеризуется как стабильная. В ряде районов Республики больных нет даже на амбулаторном лечении и на лечении стационарном. За сутки на территории Республики проведено 1645 исследований. Всего с начала пандемии в Республике проведено 980 445 тестов. Тесты продолжают проводиться как учреждениями здравоохранения, так и учреждениями Роспотребнадзора на территории Республики. Несмотря на определенного рода послабления, которые осуществлены на территории Республики, основные правила остаются теми же самыми, прежде всего. Это соблюдение масочного режима и, соответственно, социальные дистанции для граждан. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание на моменты, которые связаны на настоящий момент с началом работы ряда наших учреждений. Учреждений культурных, учреждений образования, учреждений торговли и общепита. Несмотря на определенного рода такую видимую ослабление самого вируса на территории Республики, а для этого, естественно, мы все вместе с вами провели колоссальную годовую работу, тем не менее соблюдение требований является обязательным для того, чтобы не давать более широкому распространению вируса. На настоящий момент на территорию Республики поступило 56 419 доз вакцин от новой коронавирусной инфекции, и первую дозу вакцины получили уже 54 140 человек. Использовано на настоящий момент 96,8% поступившей от Республики вакцины. Хочу обратить внимание, что приоритетом органов государственной власти, учреждений здравоохранения, да и вообще, наверное, приоритетом здоровья каждого гражданина, сегодня должно являться здоровье пожилых, которые у нас в Республике в полном объеме должны также проходить вакцинацию.